Здравствуйте. В этом видео я покажу, как я проверяю положение передней бабки на станке МН-80. Передняя бабка устанавливается таким образом, чтобы ось вращения шпинделя была параллельна направлению движения суппорта, иначе детали будут получаться конусными. Для этой проверки применяются специальные точные скалки, которые одним концом вставляются в конус шпинделя, а по другому концу производится контроль параллельности движения суппорта относительно оси шпинделя. У станка МН-80 особо нестандартный метрический конус в шпинделе, и для него скалок нет. Я решил сделать эту работу без скалки. В патроне закрепил пруток и проточил два пояска. Диаметр поясков может быть произвольным, но одинаковым на обоих поясках. Я выполнил их с отклонением меньше полсотки. Можно было проточить пруток по всей длине и контроль положения передней бабки производить постоянно по всей длине прутка. Я считаю, что это излишне. Достаточно проводить контроль в двух точках, на двух поясках. Врезсодержатель установил индикатор. Ножку индикатора упираю в один поясок и поперечной подачей подаю суппорт на 7 мм. Фиксирую по лимбу положение суппорта и фиксирую показания стрелки индикатора. Отвожу суппорт, перемещаю суппорт на другой поясок и подаю суппорт на те же 7 мм. Смотрю показания индикатора. Отклонение около половины деления, полсотки, на длине 90 мм. Перед началом выполнения этой работы подтянул регулировочный клин суппорта для выборки люфта. Если бы отклонение было большим, например, несколько соток, то пришлось бы регулировать положение передней бабки. К сожалению, я не знаю, как позиционируется передняя бабка на станине. Скорее всего, там штифты. Крепится, притягивается к станине четырьмя болтами под 6-мм шестигранный ключ. Вот там болты. Думаю, что для того, чтобы убрать отклонение в нескольких соток, можно ослабить болты, сдвинуть переднюю бабку в нужную сторону, выбрав зазоры штифтов и немного сдеформировав их в пределах упругой деформации, и снова зафиксировать болты. Конечно, такая как бы скалка получается одноразовая. При перестановке необходимо будет проточить пояски снова, чтобы устранить биение, а оно будет обязательно при перестановке в патроне. Преимущество такого варианта простота. Можно взять любой пруток из любого металла, а после проверки положения передней бабки использовать этот пруток как заготовку для деталей. Такая проверка и регулировка передней бабки производится в том случае, если обнаруживается конусность деталей при продольном точении или при монтаже и перемонтаже передней бабки. Вот так легко и быстро можно проверить положение передней бабки. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.